Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию эндоскопическую дакриоцистериностомию по поводу хронического слезотечения у пациентки справа. Ранее пациентка была оперирована и проводилась эндоскопическая операция на вершиночестных решетчатых пазухах в другой клинике, после чего возникло слезотечение. Однако видно, что носослезный канал не был поврежден и это просто стечение обстоятельств. Мы производим инъекцию адреналина с лидокаином в латеральную стенку полости носа в области выступа носослезного канала, после чего формируем лоскут слизистый, оголяя кость носослезного канала. Отсепаровываем лоскут кзади до линии макселярис и ныряем за нее в область, где находится слезная кость, в область прикрепления крючковидного отростка. В данном случае крючковидный отросток отсутствует, он был удален после предыдущей операции. Отсекаем наш лоскут внизу и оставляем область прикрепления только в верхних отделах. Заводим наш лоскут за среднюю раковину, таким образом, чтобы он нам не мешал. И в завершающей стадии операции мы вернем его на место. Используем турунду, чтобы сберечь наш лоскут и защитить от инструментов, чтобы его не повредить во время операции на слезном канале. После этого с помощью щипцов Керрисона мы начинаем удалять кость со слезного канала. И сразу видим стенку слезного мешка. При надавливании на область проекции слезного мешка эта стенка подвижна. Наша задача максимально удалить кость с помощью щипцов Керрисона. И когда она станет очень толстой и не будет поддаваться удалению, уже тогда перейти на алмазный бор. Поскольку уже не удается убрать кость с помощью щипцов Керрисона, мы приступаем к высверливанию. Наша задача максимально широко обнажить слезный мешок вверху до уровня нахождения слезных канальцев. Теперь с помощью серповидного скальпеля мы рассекаем стенку слезного мешка послойно. Сначала рассекаем надкосницу и отсепаровываем ее. И после этого рассекаем непосредственно стенку слезного мешка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова При рассечении стенки слезного мешка мы получаем достаточно большое количество слезного отделяемого, но мы не видим гнойного процесса. В данный момент у пациентки есть некая ремиссия. Промываем несколько раз слезные каналы, слезные пути, убеждаемся, что они проходимы. И заводим стенд, который мы оставим примерно на 3 месяца. Сначала заводится через нижнюю слезную точку и нижний каналец проводник, через который проводится стенд. Второй конец стенда будет заводиться через верхнюю слезную точку и верхний каналец. Таким образом формируется петля между верхней и нижней слезной точками. Кончики стенда мы скрепляем сосудистыми клипсами. Это достаточно быстрый и простой способ фиксации в отличие от завязывания узлов и отсекаем. Далее наша задача зафиксировать среднюю раку. Поскольку она была парадоксально искривлена, мы пришиваем ее к перегородке носа. После этого наша задача вернуть лоскут на место, чтобы закрыть оголенную кость. Поскольку лоскут у нас достаточно большой, мы его рассекаем на две части, между которыми у нас будет проходить стенд. Здесь мне помогает ассистент, который удерживает лоскут, чтобы его можно было рассечь пополам. И теперь укладываем его на место в переднее и верхнее отдело, где имеется участок оголенной кости. И прижимаем рассеченные стенки слезного мешка. Это должно максимально минимизировать риск рубцевания и закрытия отверстия. Фиксируем с помощью рассасывающихся гемостатических материалов. В данном случае используется Surge Cell. Тампонада не требуется. Операция закончена. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...